А у нас сегодня не было эльфов против Альянса, да? Или был? Сегодня, кажется, нет. Ему 10 месяцев. Понятно, да, тогда равновато. Равновато. Ну чё, всё впереди. Самое время для Варкрафта. Мне кажется, всё равно громковато. Громковато. Ладно, поехали. Нет, Хэппи с Лином надо было смотреть вообще в самом конце, потому что... Как бы ребята ни старались, вряд ли им удастся переплюнуть сейчас императором. Но, но, но... Этот матч ценен тем, чтобы оценить уровень подготовки и уровень, ну, уровень игры будущих соперников императора. То есть, Хэппичу надо будет играть с победителем. Понятно, что здесь другой мэчап, понятно, что параллели проводить будет крайне сложно, но общее представление о актуальном уровне игроков мы с вами получим. И это, соответственно, поможет нам... И Хэппи, кстати, тоже поможет, если он будет смотреть. Вардынка, здрасте. Вардынка, здрасте. Лучше подготовиться к финалу, ну, финальному матчу в группе. Напомню, что игры в группах проходят по корейской старкафтерской системе, GSL, насколько я помню. Именно там она появилась, ну, широкое распространение получила, когда внутри группы матчей идут в формате сетки Double Elimination без суперфинального матча. То есть, сначала я играю два полуфинала с базовым пассивом, потом, собственно, финал, победитель финала все выходит из группы на первом месте, а все остальные играют, как бы доигрывают нижнюю часть сетки за квоту, за второе место. То есть, по сути, Хэппичу нужно будет обыграть человека, который окажется победителем вот в этом матче. Сок Лайф, пожалуйста. У Двардына хуже всего кольца. Он, он протоковал. Нет, ладно, неважно. Что? Два барака? Нет, в принципе, может быть, два барака не приводить к мега-агрессии, может быть, два барака для того, чтобы нон-стоп крепиться, потому что в Арденке это нужно. Ну, плюс он оставляет себе опцию. Почему не рабочий? Ну, рабочего-то бы он убил с высокой вероятностью, а Фотмен... Крайне странный выбор. Не, просто Хантерс Хоу в тупой вообще не палится. А зачем? Так просто тыкаем Т2, играем один в один, пусть там коты. Ой, как же тебе вертят, а? Нельзя же так делать, да? Это контритс элементарным образом, то есть ты забиваешь просто на эксп. Не добил, правда, элементария своего. Просто Соку тыкает... Да, тык Т2, все, и что ты будешь делать с этим? Со вторым бараком? Да так это понятно, но это и логично. А на что вообще рассчитывает Сок? Ну, у него остается немного вариантов. Первый вариант это... Какая-нибудь застройщика просто. Ну, а второй вариант это... Вытерпеть, проглотить обиду. И... Спокойно пойти в Т2. Но инициатива, на мой взгляд, просто у Сока полностью. Извините, но Сок что-то пока не впечатляет Джесс Хорс. Ну, слушай, ну... Тут, во-первых, моментов не было, чтобы себя проявить для начала. Пока он делает все абсолютно логично, правильно. Я думаю, правда, он очень расстроен, что тебя не впечатлил. Пытается сейчас исправиться. Ой, футы и Крипджека у четыре человека. Блин. Там просветка же наверняка есть. Ой, ну ем... Ну, корчи еще! Не, забейте. Лайф что-то... Хрень какую-то делает. Он еще этого Арчу, скорее всего, потеряет. Если правильно сейчас... Ну, кшш... Блин, и тот, и другой. Короче, нормально. Это изи для императора. Ну, это... Ну, это трэш. Тут такое количество... Что это? Один не добил Арчу. Другой его Крипджекует, он Арча не разводит. Ну, блоков нормальных нет. Это... Ну, это... Ну, паладин, понятно, да. Это нормально. Интересно, кому там Оград останется, потому что... А, все-таки Варденка решила... Большой бутылек маны. Может повлиять. Может повлиять на игру. Серьезно? Показывай, как умеешь окружать. О-о-о! Почти. Уважение. Уважение. Постарался. Жалко, второй кинжал. Нет, не докачался. Я не думаю, что нужно сейчас пропивать. Ну, хотя тут столько битых футменов, блин. Андрес потерял там на ровном месте, кажется. На лечение, на на. Еще минус как код. Да, внизу? Или убежал? Не убежал. Отвратительный контроль от лайфа. Просто отвратительный контроль от лайфа. И сок тоже не особо... Лайф раздеряла почти всех. Кажется, одна арча где-то там осталась. Причем он умудрился потерять еще двух котов. Двух котов, вдумайтесь. Когда рядом стоит и стреляющих. Рифл и один слэш два элементали. Ну ладно, архмак еще. Как там не отконтролить кота вообще? Как не отконтролить кота в такой ситуации? Там нет никакого... Урона, который... Ну, нереально. Одно дело, когда там, ладно, шесть трифлов, один залп, второй залп, уже коту плохо. Дофига времени было. А, и она пропила этот бутылек. Че не потерпел до третьего уровня? Короче, это... Это какой-то... Это... Это 2-0, я думаю, для Императора. Чем позже вы используете вот этот ценнейший бутылек, блин, по мане, тем лучше. Чем выше уровень героев, тем выше уровень с заклинаний, тем эффективнее каждая единица маны. У нее там оставалось меньше половины уровня до третьего уровня. Да вот... А надо было прокачать, видимо, варденку до третьего и уже с бутылеком большим отбиваться от застройки. А сейчас ты будешь с двумя котами, с одной несчастной арчой, на только-только-только постройки. Это минус протектор и минус эльф. Просто. Ну, вполне заслуженно, закономерно. Ну, ерунда. Он играл в два барака. В два барака он играл. Напоминаю. Без каких-либо оснований, то есть там не было экспанды, он поставил второй барак и Хантерс Холл до того, как пошла информация о том, что у Хумана вообще творится. Он терял юнитов, массово причем терял юнитов, терял арчей, терял Хантерс. Тонарийский повар там за... Его должны застроить просто. Его просто должны застроить. Да, там, конечно, есть протекторы, которые сложно отменяются сзади, но вот это не армия. Вот это два кота несчастных. Если бы здесь было четыре арчи, четыре кота, два героя, другой вопрос. Виспов отдиспейл, влетел там котами вины пары дыхания, там, ножи, рефлоп фокусишь котами, арчами стреляешь по пристам, уже сопоставимый был бы лимит. Но тут плюс 15 лимита. Нет, там воркшоп еще делается. Я что-то не обратил на это внимание. Тут у нас сразу мортиры делается первой. Леса не хватает под мортирку. И главное, ничего сверхъестественного вообще Сок тоже не сделал. Ну да, это не ГГ. Игра полная абсурда. То есть тут реально никакой вообще логики нет, кроме, ну, соковских действий. То есть, ну, она тоже элементарная. То есть ты прибегаешь футменом, видишь Варден, два барака и Хантерс Холл. Что ему еще делать? Естественно... Сейчас я послушаю комментатора, потому что они... Какое definitely, definitely? Нихрена не definitely. Нормальная разведка и нормальные логичные действия. Ни один нормальный хуман на дуэльной карте в виде два барака не будет ставить базу. Ну, это абсурд. И он просто сделал Т2, сделал рифлокастеров, эффективный лимит, все отлично. Ну и при этом, при всем. Ладно, ты играешь в два барака. Ладно, ты видишь, что там нет экспанда. Ну, у тебя же преимущество в начале. У тебя тупо больше лимита. Не теряй ты арчей, не теряй ты хантерс. Все будет нормально. Выходи в Т2, отбивайся до медведей с дрядками по олдскулу. Все. Понятно, что тег позже, но дрядки-то... Ну, успеешь. Да даже без дряд можно было отбиться, если бы юнитов, повторюсь, не терял. Крайне странная игра. Крайне странная игра от Лайфа. Хм. Ну, повторюсь, хорошая новость в том, что это ни в какое сравнение с матчем Лин Хэппи не идет. Вообще ни в какое. Вообще ни в какое. Возвращайся к твоим, в словах, кукей-каттер-биллям. Он действительно сильный с Демона Хантера. Добавься на Левел 3, добавься на буты, Теккаф, Нагау на Левел 2, посмотрите на какие-то убитки, может быть. Это как он впервые получил так хорошо. Он получил так хорошо с солидной игрой, с стандартной игрой, не с такой странной, чизной, курвбойной игрой. Что это говорит нам о нем? Он говорит нам, что он не так хорошо практичен в стандартных играх, кто из этих двоих может засекать об одной игре императора? Но опять же, здесь непонятно, как они и другие мучапы, может у них, может у них какие-то проблемы друг с дружкой. Смешно. Я что-то пропустил, привыкайте, что с Китаем разница в 5 часов, и на протяжении недели у нас будут прекрасные матчи по Варику, которые будут начинаться ориентировочно в 12 часов по Москве. Без идейная игра в лайк вообще. Ну, поехали. Сок кажется более разумным, то есть у него, по крайней мере, повторюсь, логика была глобальна по игре, по стратегии. Исполнение тут, кстати, тоже, вы помните, Архмаг, который там с Арчуни догнал, два раза не выстрелил, хотя Изи ее просто убивал. Что там еще было? Что там еще было? Что там еще было? Ну, остальное, он там хорошо выкручивался, то есть Палычем вовремя подлечил в критичный момент. Очень хорошо развел Вардунку на кинжал на первой зеленой точке. А, еще у Лайфа была вот эта вот тема с Даггером. То есть, когда ты прибегаешь, битый рабочий, здоровый футмен, у любого нормального эльфа, который через Вардунку хотя бы немножко наиграл, есть понимание, что тут как бы лучше синица в руках, чем журавль. То есть там рабочий этот убивает с кинжал два удара. А футмену, даже если ты преследовать его будешь, ты с одного кинжала и его не убьешь. Ну, то есть, долго будешь за ним бегать. Чун футменов этого Даггеркину. Уже тогда я должен был заподозрить неладное. Аж поиграть захотелось вспомнить свои 13 лет. Так рефорж выходит, можно уже готовиться, тем более сейчас патчи новые классные. Да. И у Хэппи, кажется, я не знаю, какой актуальный расклад, но кажется, у него с арками по-прежнему меньше всего. Ну, больше всего проблем, так скажем. Козел. Козел. Колечко с носком. Козлу повезло, конечно, на старце, прям счастье. Ни маны, ни здоровья, ничего не дали. Куда ему этот носок? У него четыре ноги надевать. Сейчас там футападрит, почему не прикапывает. Окей, ладно. Видимо, не знал, где находится враг, и, соответственно, не был уверен, что добьет этого футмена даже с... Да, стандартно. Пока т2 т2 притираются, сейчас будут... Вот любопытно, сок довольно агрессивно крепится, несмотря на то, что играет против козла. Не пожалел он футменов. Прикопочка, плюс три. О, добивает элема, хорошо. Подрезает троля. Здесь парочка футов должна отлететь. Да, еще несколько секунд нужно до 75-ти. Козел терпит. Очень терпит. На телепорте хочешь отсюда улететь, что ли? Вообще, он отсюда на телепорте уходит. О, там просветка. Блин, не прокликивает еще Архмага, прячет Арчи. Ну, что это за... Да, это... он думал, крикжахнуть, видимо. Не доконтроливает. Еще тут еще кипер. Можно развести на ТП. Добегался, козел. Ой, блин, какой же ты Аркадий, а? Ладно, убивает. Почему футмена наверху не добил? Там трех выстрелов арчи хватило бы. Ё-моё. Какие же... Не добил, правда. Архмага, но здесь сложновато было. Там у фута где-то 40 хп было. А зато здесь оситку на него тратишь. Я не понимаю. Не, эльф вообще неадекватный. Какой контроль? Пораньше отвезти ее? Не, никак. Что? Арчуда, контроль. Ладно. процентов 80-85, что сок дотащит. Эльф очень странный. Очень странный. Ладно, продолжаем. Сейчас Архмага можно поймать. на минус ТП. Да, 100% минус ТП. Дождался еще оситочку. Тайминговый магазин мы наблюдаем, сейчас будем. Нет, нет, Прист есть, влечем. Не, магазин просто дорого стоит. Хавковская тема, проверенная временем. он не нужен. Криппинг продолжается, здесь, соответственно, вторая лорница пока что козочки у нас. Прист уже довольно хорошо вытащил. Лечение пошло на... Ну, здесь сложный рифласт, спасти до диспола. Да, ну, максимум разменивает только по хп, неплохо отнимает. А, кстати, там есть ботиночки. Ну, правда, Маутен Кинг тоже умрет, скорее всего. Или нет? Нет. Ну, пожалуйста. Дотанковался тоже. Ну, конечно, надо было кольцо плюс три отдать алхимику, но кому какое дело, да? Ну да, у него нет выбора, естественно. забейте, забейте это. Это не тот уровень, слава богу. Лин, пф, на две головы выше вообще. Я не знаю, какая у них статистика по встречам, соответственно, с тем же самым Лином. Но я пока что по игре не могу представить, как Лин, в общем, мог. Арчу, давай на криппинге потеряем. Откуда это? Что это такое? Не знаю. Ладно, минус барак. Чем этот троллинг, эту Арчу мурыжил весь криппинг. Как бы это, ну, было видно. Так, риппл показывает вообще козам кто-то главный охотник. Ну, да, тупиковая тоже ветка. Если сейчас вот не будет какого-то хорошего сражения для эльфа, вот эти вот шесть дриад, они разваливаются, минус две дриады. Размен, правда, на одного рифла, но пока даже не на одного рифла. Передавай бутылек. Понятно, короче. Передал бутылек, не пропил, не успел, минус еще козочка. Император топ-1, короче, в этой группе. Да. Это какое-то недоразумение. О, хорош. Нет, простите, если что не так, мое настроение во многом зависит от того, что происходит на экране в Warcraft. То есть, я хорошо не знаю этих игроков. Это минус, конечно, мне, тем не менее. У меня нет никакого личного изначально негативного отношения или позитивного отношения. Все. Хаотик Митрол. Вот. Но когда на экране вот такую...